Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Паярком, это тот художник, который может победить каждого. Посмотрел я вчера «Право на Владу» с Масичук, и я понял, что она публично справила поминки по украинской журналистике, по ее остаткам. Причем справила она это нагло, вызывающее, как справляет нужду, бомжиха на вокзале, специально, чтобы все видели, гордясь своей вот этой грязью, вот этой мерзостью, выпячивая вот это наплевательское отношение ко всем. Я увидел, как Яращенко, Ира, попала в ситуацию, которая типична для медведчуковских каналов. Они очень это любят, знаете, такая скобеевско-московская такая вот фигня, когда зовут одного и в пятером, в шестером на него набрасываются и начинают рвать. У меня вопрос, а почему долбанный на всю голову вместе с Масичук «Карал 1 плюс 1» вот так вот не позвали когда-то Геолераса с его пленками, не продемонстрировали их на всю страну и не устроили обсуждение, как Ермак продает должности? Почему они не исследовали, как Зеленский продал операцию по вагнеровцам? Почему про Великое Крадивництво, про сержанта Журавля, почему про это не было программы? Я не буду говорить, что Порошенко хороший или Зеленский плохой. Я просто хочу, чтобы и про одного, и про другого с одинаковым азартом говорили журналисты, чтобы поджаривали и набрасывались на обоих одинаково. Я скучаю по тем временам, когда при Порошенко можно было президента разносить за все его косяки. Вот этого сейчас нет. Потому что журналистика и демократия, когда действующего президента все каналы поносят, от действующего президента вытирают ноги все, все каналы до единого, все журналисты до миллиметра, до микрона разбирают его глупости и гадости, и он как уж на сковородке вертится. Тогда это демократия. Тогда это журналистика. А когда Масийчук и все остальные каналы вылизывают задницу Зеленского, ну правда иногда они его слегка пощипывают, но извините, это пощипывание, это массаж. Президента нужно шкварить! Любую власть нужно шкварить. А Масийчук и команда, набрасываясь на Порошенко, который безусловно, как и любой президент, как и любой политик, не ангел, они забывают о том, что уже два года нас с вами продают зеленомордые. Команда слуг косячит каждый день. И каждый день они косяк на косяке. И молчок на молчаке от Яросемюк, который справляет поминки, как нужду по журналистике, и не стесняется. Понимаете, вот это вот хамское поведение, когда она вам в глаза буквально, вот это вот, вот это вот сцит, и вы должны это хавать. Ребят, не оправдывая Порошенко, потому что это, ну когда я вижу, что бигусы, вот эти вот Масийчуки, жесткого дни ворота, вместо того, чтобы критиковать власть, которая ворует сейчас, вы мне еще программу по вышкам Бойко запишите, вот смотрите, вот никакого смысла нет сейчас выпускать программу по вышкам Бойко. Прямо сейчас здесь у нас разворовывают бюджет, прямо сейчас продают должности, прямо сейчас эта власть сдает операцию по вагнеровцам, они прямо сегодня, они прямо сегодня несут чушь, они творят хрень, они грабят нас с вами. Ни слова об этом Масийчук говорить не хочет, правильно. Потому что ей дали команду заткнуть хавава в сторону Зеленского и хавкать в сторону Порошенко. Ребята, это не журналистика, это антижурналистика, это медийная проституция. Шизофрения. Опять, не бывает хороших и плохих политиков, просто к ним ко всем надо относиться одинаково жестко, как в США. Нельзя себе представить, что мы в Америке часами, год за годом критиковали президента, который уже два года как не при власти. Ребята, это шизофрения, это клиника. Ни во Франции, ни в Германии, ни в Корее новости не строятся, имею в виду в Южной Корее, а не в Северной, на том, что прошлый президент, потому что, знаете, в России или в Северной Корее нет такого понятия, как прошлый президент, как и в Беларуси. В те страны, где понятие прошлый президент, ну как бы на памяти уже взрослых людей, выросших при этом президенте, отсутствует. Они не знают другого президента, у них жизнь прошла при одном президенте. И вот это то, куда нас тащит Масейчук с каналом 1 плюс 1. Именно в это болото, где нет журналистики, где нет демократии, где сплошная скамеевщина, где пятеро на одного. Это справедливо, когда в одни ворота, когда вам связывают руки за спиной и говорят, а теперь боксируйте. Вот это та журналистика, виртуозно, которую нам показывает Масейчук и канал 1 плюс 1. Опять, Борошенко не ангел. И разобрать действия любого политика нужно, но количество преступлений, которые сделала эта власть, в любом случае уже превысило количество преступлений попередников. Они еще чуть-чуть, вот, пожалуй, единственный, кто их чуть-чуть еще обгоняет, это Янукович. Но мне кажется, они взяли стахановский темп. Они собираются обогнать Януковича. Ребят, я с ними общаюсь, ну, с некоторыми, понятно, Киев, в общем-то, маленький город, большое село. В отличие от Лос-Анджелеса или Нью-Йорка пересекаемся. Ребята, это клиника. Они действительно хотят заткнуть всем рот. Они хотят убрать такое понятие, как конкуренция. Им категорически неприятно никакая демократия. Они не готовы, что кто-то будет критически к ним относиться, обсуждать их правтыки. Я не понимаю, как в стране, которая катится в пропасть, где вакцинация провалена. Ребята, скажите, пожалуйста, какими надо быть шизиками, чтобы пропагандировать и верить в то, что в стране, где отсутствует вакцинация, можно посадить миллиард деревьев. Вы, простите, в США, вы просто заходите в Нью-Йорке в метро, любому желающему делают вакцинацию. В Лос-Анджелесе не спрашивая документов. Раньше еще надо было social security, раньше надо было все, любой желающий, вот это вакцинация. У нас вакцинации нет. Эпоха бедности накрывает всех. Послушайте, у нас тарифы растут и растут. Все обещания Зеленского предвыборные оказались враньем. И только вот это вот бредни про деолиграфизацию я не люблю, когда играют в одни ворота. Я абсолютно не против критики Порошенко, но критиковать всегда надо действующего президента больше, чем того, который оставил свой пост. В этом суд журналистики. Это главный демократический принцип о том, что мы включаем канал. И так, как при Порошенко, как при Обаме, как при Макроне, как было при Маргарет Тэтчер, вот так, как при этих людях, главной мишенью критики всегда должна быть власть и действующий президент в первую очередь. А то, что делает Масичук, это справление поминок журналист, по журналистике. И она нагло, как бомжиха на вокзале, задирает свою медийную юбку и испражняется в лицо зрителям, которые хавают предмет ее жизнедеятельности на канале 1плюс1. Друзья, это реально все затрачивает. И момент, когда за нами не заржавеет, приближается. И приближает его та же самая Масичук, как их брехливый каналец игнорировал Майдан и даже критиковал Майдан. И вот эти вот дубинки с эбонитовыми палочками, ребята, будут вам и дубинки, и эбонитовые палочки, и шерстяные свитера на вас тоже найдутся, потому что за нами не заржавеет. Спасибо. 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 Спасибо.